Киев открестился от планов подорвать Крымский мост Украины бывшей СССР. 19.3. 1 февраля 2019 года Киев открестился от планов подорвать Крымский мост. Фото, Алексей Мальгавка, РИА Новости Украина не собирается подрывать мост через Керченский пролив, поскольку сооружение через несколько лет развалится само по себе. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал командующий военно-морскими силами ВМС, Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко. В ходе беседы была затронута тема инцидента, произошедшего в районе Керченского пролива 25 ноября. Воронченко рассказал, что украинские айкотера «Бердянск» и «Никополи» «Буксир» Яны Капу осуществляли спланированный переход для исполнения решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-котерной группировки. Они в соответствии с планом совершали переход из пункта базирования Одессы в пункты базирования «Бердянск» и «Мариуполь», — пояснил он. То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, что они шли подрывать мост. 1 декабря Владимир Путин говорил, что российские пограничники теснили украинские корабли, потому что последние пошли в Керчь. Также Путин добавил, что в Киеве многократно публично говорили о том, что мост собираются взорвать примечания. «Ленты.ру, да кому этот мост ваш нужен? Даже при наличии того вооружения на катерах. Но это абсурд идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит», — заявил Воронченко. При этом командующий украинскими ВМС не удостоил внимания им заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который 19 декабря рассказал, что в случае возникновения угрозы украинскому государству для Киева не будет проблемой уничтожения любой переправы или моста, в том числе и того, который очень разрекламирован. За 8 дней до заявления Турчинова к уничтожению моста через Керченский пролив призвал депутат Верховной Рады Игорь Масичук. По его мнению, сооружение является вражеской для Украины инфраструктурой. Больше важных новостей в Телеграм канале Лента Дня. Подписывайтесь.